Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. Дочь они назвали Лилибет Диана, в честь ее прабабушки и бабушки. Лилибет – это детское прозвище королевы. Так ее называл отец, король Георг VI, а затем и муж, принц Филипп. Теперь герцогов сосекских обвиняют в том, что такое имя малышке они дали не просто так, а чтобы сохранить свою популярность, которая, как известно, в последнее время катастрофически падает. Как пишет Дейли Экспресс, этим шагом Меган и Гарри проявили неуважение к королеве. Ведь ее детское прозвище – это личное, уникальное, можно даже сказать, интимное имя. Напомним, что Меган и Гарри уже отправили своего адвоката на телеканал ВВС, который снял сюжет об имени малышки. Журналисты канала утверждали, что герцоги не спрашивали разрешение у королевы для того, чтобы использовать ее прозвище. Сосекские же говорят о другом. Мировые СМИ обсуждают, удалось ли президенту США Джо Байдена соблюдать все тонкости этикета во время встречи с королевой Елизаветой II. Британская монархиня, что правит дольше всех в мире, за 70 лет на работе встретилась уже с 13 действующими президентами США и многими лидерами других стран. Впервые с начала пандемии и впервые после смерти мужа Елизавета II гостеприимно принимает мировых лидеров. Торжественный ужин устраивают на полях саммита Большой Семерки. Соблюдать протоколы здесь обещательно. Это значит не приезжать позже монархине и не покидать мероприятие, пока не пойдет она. Среди остальных политиков Джо Байден умудряется выделиться. На свою первую встречу с Елизаветой II во статусе президента приезжает с опозданием. Уже позже в Вензорском дворце специально для президента США проведут торжественный прием, после которого Джо Байдена обвинят в значительно худших нарушениях этикета. Там американский президент не снимет любимых солнцезащитных очков, как того требует правило. После встречи он позволит себе поделиться с прессой деталями разговора с монархиней. За чаем, говорит, королева Елизавета интересовалась у него мнением о российском президенте Владимире Путине и китайском лидер Кси Цзинпинг. Согласно протоколу, такие вещи не обнародуют, потому монархиня должно быть вне политики. Она напомнила мне мою маму своим внешним видом. И своей щедростью, сказал он. Впрочем, Байден не первый, кто рассказал прессе о разговоре с королевой. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году признался, монархиня во время аудиенции назвала Брекзит сложной проблемой. Хотя миру визит Трампа запомнился другим конфузом. Королеве пришлось обходить американского президента, который заступил ей дорогу. Высокий, а его рост 190 сантиметров, Трамп почти полностью перекрыл видимость и грубо нарушил этикет. В конце концов, этикетом иногда пренебрегали и другие американские лидеры. Джордж Буш, старший во время совместной пресс-конференции, передал королеве трибуну, где были высокие микрофоны. Елизавета, рост которой 163 сантиметра, чуть выглядывала из-за них. Впрочем, едва ли не единственным из американских лидеров, на которого, говорят монархиня, действительно обиделась, был Джимми Картер. Он полез в монаршей семьи с поцелуями вместо того, чтобы поцеловать руку. К слову, в минувшие выходные Великобритания скромно отметила 95-й день рождения своей королевы. Сама монархиня в письме к подруге назвала два условия, которые заставят ее отойти от дел. Это инсульт или болезнь Альцгеймера. Пока здоровье позволит Елизавета II, планирует и в дальнейшем выполнять монаршие обязанности, в том числе принимать самых влиятельных политиков мира. Репортеры известных таблоидов разузнали все о вторых родах жены принца Гарри Меган Маркл. Оказалось, что мятежникам пришлось выложить кругленькую сумму. В начале июня Меган и Гарри снова стали родителями. На свет появился их второй ребенок, чудесная Лилибет Диана. Имя девочки вызвало осуждение и споры в сети, а также привело к тому, что герцоги снова пошли в суд. И пока мятежные родители наслаждаются декретом вместе с малышкой, в СМИ попали детали вторых родов Меган Маркл. Напомним, что первые роды экс-актрисы проходили в Лондоне под пристальным вниманием папарацци, а вот вторые прошли более интимно. Маркл рожала в больнице Санте-Барбре, которая находится в паре минут езды от дома мятежников. Как сообщили источники издания People, это место феминистка Маркл выбрала не просто так, больница была основана женщинами. Интересно и то, что врачом Меган была не только американка Мелисса Дрейк, но и Гоури Мото, которая практикует в Лондоне и помогала герцогине во время первых родов. Еще один важный пункт касался безопасности и конфиденциальности. Меган и Гарри наняли дорогую охрану, которая оцепила больницу, отмечают инсайдеры. Недавняя новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл назвали новорожденную дочь Лилибет Диану в честь Елизаветы II, вызвала бурную реакцию общественности. Казалось бы, трогательный жест со стороны герцога и герцогини Сосекских должен был сплотить королевскую семью. Однако значимое событие переросло в новый скандал. По словам представителей Сосекских, королева знала о выборе имени для малышки. Тем не менее, телеканал BBC утверждает обратное. Как отметили журналисты, принц Гарри и Меган Маркл сообщили Елизавете II о своем намерении назвать свою дочь в ее честь. Супруги уже направили заявление в суд на телеканал за клевету в сторону их дочери. В письме пресс-секретарь пары назвал репортаж ложным и клеветническим. Развитие скандала рассердило и саму Елизавету II, по данным The Sun, королева намерена нанести удар журналистам за клевету и порочащую ее честь информацию. Друзья Сосекских, судя по всему, ввели в заблуждение журналистов насчет имени дочери принца Гарри и Меган Маркл. Подобный инцидент вывел королеву из себя, она дала указ придворным разобраться со скандалом, который разгорелся в прессе. Елизавета II решительно настроена пресечь необоснованные слухи вокруг ее семьи, сообщил источник, близкий к Букингемскому дворцу. 12 июня в Виндзорском замке состоялось традиционное официальное празднование дня рождения Елизаветы II, Труппензекалор. Это торжественный парад королевских войск с демонстрацией знамени одного из гвардейских полков, который проводится во вторую субботу июня. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса регламент мероприятия претерпевает значительные корректировки с учетом мер предосторожности. Обычно Труппензекалор – это событие национального масштаба. В этот день вся королевская семья собирается вместе на балконе Букингемского дворца и внимательно следит за пышным парадом, в котором принимают участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Теперь же все выглядит значительно скромнее. В этом году сокращенный парад, как и в прошлом, состоялся на территории Виндзорского замка. Правда, теперь впервые за десятки лет рядом с королевой Не был ее любимого мужа, принца Филиппа, который скончался в апреле после продолжительной болезни. Его место на церемонии занял двоюродный брат королевы, герцог Кентский. Елизавета II наблюдала за парадом со своего помоста. Солдаты, участвующие в параде, строго соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Эти же требования старались выполнять немногочисленные гости и журналисты, допущенные к освещению события. Всего в Труппензе Каллора Борасца 2021 было задействовано 275 военнослужащих и 70 лошадей. В прошлом году на плац перед Виндзорским замком вышло лишь 85 солдат. Также во время парада был оглашен список граждан, которых Елизавета II решила наградить одним из орденов Британской империи за заслуги перед страной в различных областях. Старший военный офицер, планировавший торжества, сказал, что его главной целью было подарить монарху памятный и воодушевляющий день на фоне печальных событий последних месяцев, смерти принца Филиппа и серии скандальных интервью принца Гаррием. 10 июня скончавшемуся супургу Елизаветы II, принцу Филиппу, могло бы исполниться 100 лет. Вспоминая герцога Эденбургского в этот день, на официальной странице принца Уильяма и Кейт Мидлтон в Инстаграме были опубликованы новые фотографии королевы. На них она запечатлена в саду на территории Виндзорского замка рядом с кустом роз. Одета Елизавета II по-домашнему. На ней простое платье с цветочным узором и белый кардиган. Такой королеву видят редко. В комментариях под постом поклонники британских монархов со всего мира оставили более 2000 комментариев. Многие из них отметили, что королева выглядит хрупкой, трогательной и беззащитной в повседневном образе. На снимках ее величества кажется подавленной, ее плечи осунулись, а от королевской осанки не осталось и следа. Это и не удивительно. Последние несколько месяцев выдались очень непростыми. Помимо того, что Елизавета II потверяла любимого супруга, с которым она провела 73 года своей жизни, она столкнулась с предательством внука, принца Гарри, который публично обрушился с критикой на королевскую семью. «Я в шоке, что принц Гарри и Меган Маркл стали причиной стресса нашей дорогой королевы. Такой стресс в такое время. Так еще и используют имя, которым называл ее любимый муж. Наша королева Уильям Кейт, вы вдохновение для всех нас. Написал один из пользователей, одно из самых трогательных фото членов королевской семьи, которые я когда-либо видела. Перед нами не королева, перед нами любящая пожилая леди, которая пребывает в трауре по любви всей ее жизни. И она может побыть собой в окружении этих роз в саду хотя бы иногда. Так мило? Поддержали в комментариях. Напомним, что конфликт между королевской семьей и герцогами сосекскими остается открытым. В эти дни семья сплачивается вокруг Елизаветы II, чтобы дать достойный отпор критике принца Гарри и Меган Маркл, а также реанимировать в глазах общественности института.